Как сообщалось ранее, накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил журналистам, что платежная система МИР постепенно начинает использоваться в Азербайджане. Зам главы МИД РФ выразил высокую оценку тому факту, что карты МИР постепенно входят в оборот в Азербайджане, что, по его словам, положительно сказывается на развитии туристических связей между странами. Галузин добавил, что подобные инициативы способствуют укреплению международных связей и облегчают туристический обмен между странами. Отметим, что Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских юридических и физических лиц в феврале этого года, в годовщину начала России полномасштабной военной интервенции против Украины. В санкционный список также включена ООО «Национальная система платежных карт», оператор российской карточной платежной системы МИР. А факт управления по контролю над иностранными активами Минфина нацелена на основную финансовую инфраструктуру России, включая оператора национальной платежной системы МИР, а также российские банки, инвестиционные фирмы и компании, занимающиеся финансовыми технологиями, заявили в Минфине США. Фактически Министерство финансов США начало давление на МИР еще раньше. В сентябре 2023 года министерство заявило, что США готовы вести санкции против иностранных финансовых институтов, заключивших контракты с российской компанией-оператором карты МИР. В разъяснениях на сайте Министерства сказано, что компании, заключившие соглашение с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций. США готовы вводить санкции против тех, кто помогает России в этом, в том числе расширяя использование национальной платежной системы МИР за пределами РФ. Тогда The Financial Times сообщила, что США и Евросоюз усилили давление на Турцию и потребовали отключить турецкие банки от российской платежной системы МИР. Изначально карта МИР создавалась для применения только на территории России. В марте 2022 года Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в РФ, и внутренняя карта стала им альтернативой. По данным Центробанка, за первые девять месяцев 2023 года доля операций по картам МИР составила 52,5% от общего объема операций в России. Карта МИР также стала основным платежным средством для граждан России, посещающих ближние зарубежья, поскольку их другие международные платежные карты были заблокированы. В Азербайджане же переговоры о введении вышеупомянутых карт велись еще в 2019 году. Глава российской компании Национальная платежная карточная система Владимир Комлев на заседании Fintex Summit 2019 в Баку сообщал, что в Азербайджане завершена техническая подготовка для внедрения карт МИР. По его словам, пионером в применении этих карт в Азербайджане должен был стать ВТБ Азербайджан. Однако после санкций, введенных США в феврале этого года, банки ряда республик СНГ, принявшие карту МИР, начали отказываться от нее. Уже в марте карты МИР прекратили обслуживать те банки Армении, которые являются участниками платежной системы Armenian Card Arco. С 30 марта карты МИР перестали работать в банкоматах и посттерминалах большинства банков страны. Эти изменения никак не отразились на работе карт, выданных банком ВТБ Армения. Держателям карт МИР этого банка по-прежнему доступно снятие наличных в банкоматах банка, а также оплата онлайн-покупок. Всего в Армении работают 53 отделения вышеупомянутого банка, 22 из которых расположены в Ереване. Карты МИР работали в Армении с 2017 года в рамках совместного проекта НСПК и Armenian Card. Российская платежная система без проблем функционировала в Армении, а Armenian Card — в России. Крупнейший тенге банк Халик Бэнк остановил обслуживание карт с 27 февраля. Их больше не принимают банкоматы, а также с ними не работают POS-терминалы. Оператор национальной платежной системы L-Card в Киргизии информировал, что карты МИР перестанут работать в сети банков-участников с 5 апреля. Пользователям станут недоступны безналичная оплата в пост-терминалах, онлайн-покупки, снятие наличных и переводы с карты на карту. В настоящее время карта МИР помимо Армении работает в Беларуси, Таджикистане, на Кубе, в Венесуэле и частично во Вьетнаме. Во Вьетнаме карту принимает Вьетнамско-российский совместный банк, созданный совместно с Российским банком ВТБ. Неизвестно, какие банки принимают эту карту в Азербайджане. Можно предположить, что большинство местных банков предпочли бы держаться подальше от этой платежной карты, чтобы избежать повторных санкций Министерства финансов США.